Здесь уют городских улочек, удивительная симметрия Железногорского карьера, старинные русские храмы. Каждый раз, бывая в этих местах, Анатолий Бредихин убеждался, человек – это творец, а его работы – отражение души. У меня иногда спрашивают, у вас в картинах мало людей. Я говорю, нет, они не присутствуют непосредственно, но в том, что я изображаю, есть следы человеческой деятельности, следы русского человека, деятельности русского человека. Поэтому у меня Кирилл и Белозерский монастырь, Вологодские монастыри, какие-то особые архитектуры, домики старые, современные. На персональной выставке мастер представил 70 лучших работ, написанных за последние 20 лет. В стенах худографа КГУ экспозицию разместил не случайно. Здесь Анатолий Бредихин учился, а позже стал преподавать. Теперь его опыт перенимают начинающие художники. Очень такие атмосферные работы, состояние очень интересно передано, композиции очень сложные, интересные. Да, мне нравится этот смелый, размашистый стиль. Я считаю, что преподаватели нас вдохновляют самим двигаться. Если немножко появилась лень, если какая-то хандра, а когда ты смотришь на то, что кто-то работает, что кто-то чем-то увлечен и горит, то возникает желание двигаться вперед. У него есть такая особенность общими пятнами брать, то есть они цельные, то есть не все выходит в детали, но за счет его цельности, за счет формата, который он выходит, прям оно и цепляет, по большей части. Он не стесняется цвета. Поздравить Анатолия Бредихина с 70-летием пришли друзья, коллеги и приглашенные гости. В их числе заместитель главы администрации города Наталья Пархоменко. Она вручила юбиляру благодарственное письмо за активное сотрудничество и долголетний труд. Анастасия Давыдова, Анастасия Черкова. События дня.